После того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия и сбежали из дворца, их имена не сходят с первых полос мировых таблоидов. Сасекские находятся под пристальным вниманием общественности, где бы ни появились, что бы ни сказали или сделали. Самую большую цитируемость и популярность обрело откровенное интервью королевских аутсайдеров Опре Уинфри. Их нападки на титулованных родственников до сих пор остаются в топе актуальных тем. Бывший королевский дворецкий Пол Борел уверен, что своими действиями Гарри и Меган наносят удар в спину королевской семье. Прелесть монархии в том, что никто не знает, что на самом деле происходит за закрытыми дверями, высказал свое мнение Борел в интервью журналу Клоузер. Бывший дворецкий уверен, что люди любят пикантные сплетни из-за закрытых дверей. А Гарри и Меган с удовольствием делятся подробностями закулисной жизни дворца, тем самым подогревая интерес к своим персонам. Они сбежали из королевской семьи и обрели свободу, но на самом деле они навсегда останутся заложниками того, что принадлежность к королевской семье – это единственное, что вызывает к ним интерес. Пользуясь этим, они наносят удар семье Гарри в спину и усугубляют раскол, полагает Борел. Пол Борел считает, что принц Гарри и Меган Маркл намеренно стирают границы между популярностью и королевским чином. Но скоро этот трюк перестанет работать. И тогда им придется искать новые способы прославиться. Томас Маркл Эмель. Старший единокровный брат герцогини Сасекской-то яблочко, которая упала не так далеко от дерева его породившего. С небольшой разницей. Томас регулярно нелицеприятно отзывается о своей сестре Меган. Меган, в отличие от брата, а также сестры Саманта и отца Томаса Маркла Эсте, специализируется на неродной ей по крови семье, а на королевской. Про своих родственников она особо ничего не говорит. Ну, разве что организовала громкий скандал с письмом к папе и снисходительно упомянула о папе, братье и сестре в интервью Опре Уинфри. Намекнув, что давно ни с кем из них не общается, а также дав понять, что ей, подзаборной кошке, которой нечаянно досталась пышная кличка герцогиня, совершенно неинтересно, что говорят о ней какие-то нетитулованные мыши. У Меган и Томаса, а также папы и сестры, принципиально одинаковый подход к проблеме. И название ему «алчность». Меган не вязывается в дискуссию с кровной родней, потому что это ей совершенно невыгодно. Но кого до такой степени заинтересуют разборки в среднестатическом американском семействе Маркл, чтобы это принесло хоть какие-то стоящие того деньги. Даже если одна из Марклов стала супругой принца. А с другой стороны, кровные родственники могут наговорить о Меган массу всего, и правды, и неправды. И публика поверит, поскольку, как ни крути, родня, пусть и давно не общались, но о бурной юности Меган, о которой ей особенно нежелательно информировать широкие массы общественности, могут знать. И их утверждение примут на веру. Хотя бы по принципу дыма без огня. Другое дело королевская семья. Во-первых, деньги за откровения Меган дадут большие и скандальная популярность королевского уровня ей обеспечена. Во-вторых, у БКС есть принцип «не оправдывайся, не объясняй», так что можно не бояться нарваться на немедленную резкую ответочку. В-третьих, что такое скандалы с помощниками в Королевском дворце и буллинг в их отношении со стороны герцогини Сасекской, расследование ведется, но боится ли его результатов Меган. По сравнению с подростковой беременностью, ребенком, отданным то ли сестре, то ли в приют и яхтенным опытом, которые, конечно, существуют на уровне слухов, но о которых чисто теоретически могут проболтаться родственники. Так что Меган дружит, как червяк с яблоком, с королевской семьей, а ее брат Томас в той же роли червяка выступает по отношению к герцогине Сасекской. Всем хорошо и Меган, и Томасу? Томасу сейчас особенно хорошо. Он участвует в австралийском телешоу Big Brother VIP и регулярно появляется на ТВ в трейлерах, где вольготно рассказывает о своей младшей сестренке. В очередном выпуске он сообщил, что брак Меган с Гарри долго не продержится. Принц уже лежит на разделочной доске. Томас напомнил о первом браке Меган с успешным американским продюсером Тревором Энгельсоном, который продлился всего два года. Парень, за которого она вышла замуж в первый раз, она просто окрутила его, а потом бросила. Теперь на плаху положен Гарри. Интересно, что же будет в выпуске шоу, в котором примет участие Томас Маркл и Мэль. Узнаем через месяц, именно тогда он выйдет на экраны. Резкий комментарий телеведущего последовал за новостью о том, что Меган Маркл и принц Гарри взяли на себя роль партнеров по влиянию в инвестиционно-банковской фирме Этик. Компания, которая управляет активами на 1,3 миллиарда долларов, утверждает, что инвестирует только в этические и социально-сознательные инициативы, которые, как считают Сассиксы, будут стимулировать молодежь вкладывать свои деньги в ответственные компании. В своем заявлении Гарри и Меган объяснили, почему они решили заключить сделку с компанией Этик. Когда мы инвестируем друг в друга, мы меняем мир. Наш выбор, как и куда мы вкладываем нашу энергию, определяет нас как глобальное сообщество. Мы считаем, что пора, чтобы больше людей сели за стол, когда принимаются решения, которые влияют на всех. Мы хотим переосмыслить природу инвестирования, чтобы помочь решить глобальные проблемы, с которыми мы все сталкиваемся. Это один из способов притворения наших ценностей в жизнь. Калин Брейзер, телеведущий ГБ Ньюс, раскритиковал пару за этот шаг, который, по его словам, стал еще одним примером того, как дуэт из Калифорнии подрывает репутацию королевской семьи. Гэн Брейзер заявил, что принц Гарри продолжает разрушать десятилетия королевского протокола, последовательно развивая тесные связи с политиками и крупным бизнесом. Он отметил, что пора ранее настаивала на том, что они не торгуют своими королевскими связями, чтобы заработать деньги, но, похоже, в своих делах не следует собственным словам. В заключение ведущий ГБ Ньюс предположил, что, несмотря на кажущийся положительным имидж компании Этик, общественность сейчас вновь с недоумением поднимет брови, когда стало известно об этой очередной сделке сасиксов. Однако не все согласились с мнением Калина Брейзера о том, что Гарри и Меган, торгуя своей причастностью к королевской семье и заключая сделки, благодаря своему королевскому имиджу, подрывают устои британской монархии. В частности, на защиту пары встала телеведущая ГБ Ньюс Бека Хадсон. Она заявила, «Я думаю, что новое партнерство сасиксов – это здорово». На самом деле Гарри и Меган выполняют обещания, которые они дали всем нам, когда основали свой благотворительный фонд «Арчевелл делают работу», которая позволяет добиваться гендерного и расового равенства, а также бороться с изменением климата на планете. Комментируя сделку в интервью изданию New York Times, герцогиня Сасиксская заявила, «Мой муж годами говорил, черт возьми, разве ты не хочешь, чтобы была такая компания, ценности которой будут совпадать с твоими ценностями, и можно было бы вкладывать деньги в то, что ты готов поддержать своей инвестицией?» В настоящее время, тем не менее, нет точной информации, будут ли Сасиксы инвесторами компании Этик или просто станут бесплатными партнерами по влиянию. Забота об экологии стала одним из главных приоритетов королевской семьи в этом году. Принц Уильям и его отец ведут свою деятельность в Британии, принц Гарри и Меган Маркл в США. На днях принцесса Евгения решила последовать примеру близких родственников и выступила с призывом защитить океаны. Девушка написала объемную статью, в которой подробно описывается, как климатический кризис влияет на акваторию Земли и что мы можем сделать, чтобы остановить его, пока не стало слишком поздно. Статья за авторством принцессы была опубликована в журнале Spir S-магазин. Над материалом также работала Клэр Брук, генеральный директор фонда Blue Main Foundation. Главным выводом исследования стало превозглашение океана лучшим естественным решением проблемы изменения климата на планете. Также в статье высоко оценили экологические работы, проводимые на острове Вознесение. Инициаторы планируют защитить 99,5% от острова. По данным статьи, если применить опыт, полученный на острове Вознесение повсеместно, нас ждет восстановление рыбных запасов и возрождение углеродно-поглощающих сред обитания в течение нескольких лет. Все это должно смягчить последствия климатических изменений. Если мы будем работать вместе, чтобы защитить его, океан защитит нас навсегда. Напомним, что незадолго до обращения принцессы Евгении, герцог и герцогиня Сасекские встретились с заместителем генерального секретаря ООН в Нью-Йорке, чтобы поговорить об изменении климата. Недавно состоялась поездка герцогов Сасекских в Нью-Йорк. Специалисты утверждают, что пара не может найти контакт с народом. Меган и Гарри побывали с трехдневным туром в Нью-Йорке. После выхода в свет супругов получили массу критики в свой адрес. Многие уверены, что этот тур был использован для повышения своей популярности и показания своей высокомерности, а реальной помощи людям не было. Главным предметом для критики стал выход Меган Маркл в школу для бедных. На такую благотворительную поездку Меган надела кашемировое пальто, которое стоит немалых денег. Специалист королевской семьи Кэти Никол уверена, что подобными поступками Меган полностью разрушает свою репутацию. Кэти считает, приехать в школу в брендовом пальто, которое стоит больше, чем совокупный доход большинства родителей в школе, это просто бессмысленно. Это лишний раз доказывает, насколько Меган и Гарри оторваны от реальности. Другой специалист Роберт Джонсон стал участником шоу The Royal Beat, в котором высказался о том, что в ближайшие несколько лет люди перестанут любоваться красивыми и дорогими нарядами герцогов, а будут все больше высказывать раздражение ими. В этот момент супруги могут потерять свой доход. Но сейчас герцоги Сасекские могут оказаться в Великобритании уже 12 октября. Именно в этот день будет проведено мероприятие, посвященное принцессе Диане. На встречу придут более 100 человек, в том числе принцу Ильям. Ставьте лайки, чтобы видеть в своей ленте больше новостей о знаменитостях. Я благодарен каждому за подписку и комментарий. Пишите, что вам понравилось или не понравилось в комментариях, я прислушиваюсь к мнению каждого для улучшения качества статей.